всем привет ребята сегодня не давай заново заново еще разок дубль 2 всем привет сегодня видеоролик про детей друзья какое пространство нужно организовывать для ваших любимых питомцев и помогать не будет оксана с которой мы уже записали между прочим два видеоролика очень полезных очень важных поэтому обязательно к просмотру ну а пока начинаем ребята пока мы не начали подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и вам будут приходить уведомления о моих полезных видео а я снимаю про дизайн обзоры новостроек квартир и планировки в общем очень много всего полезного так что подписывайтесь но а сейчас начинаем оксана привет привет давай сегодня про детей дети это же цветы жизни согласно и надо для этих цветочков как-то готовить грядочки то есть детские комнаты и вообще пространство по твоему мнению сегодня тебя буду мучить вопросиками как нужно организовывать квартиру дом неважно наше жилье чтобы детям было хорошо хотя я считаю ребята мое личное мнение оксана может быть меня поправит что в первую очередь нужно пространство организовывать для себя для себя потому что если нам будет хорошо то и родит то и детям будет прекрасно а если нам плохо то и детям хоть там футбольное поле им будет как-то не очень давить если родителям не очень соглашусь с тобой потому что если счастливы родители счастливы тем более вместе то и дети однозначно лучше целевым вот я для себя да и вообще не только я в В принципе, ну так, как говорится, по жизни складывается. Детей же можно разделить на разные категории, да? Да, возрастные. Возрастные, конечно. То есть есть груднички, да? Есть там садичные, есть школьничные, а есть подростки. И это же разные периоды, да? Жизни – это разный подход к организации, пространству. Вот ты как психолог, Оксан, расскажи, подскажи, нашим зрителям, как правильно подходить к организации этих пространств с точки зрения детей, родителей и, так сказать, совместного проживания. Ну, ты знаешь, в первую очередь нужно отдавать себе отчет, что мы взрослые люди, и мы должны жить в кайфе и в комфорте. И поэтому многие, ты знаешь, со многими дети спят, ну, то есть ребенок родился и спит между родителями вместе. Или вообще папа уходит в другую спальню и существует отдельно от семьи. По большому счету это не совсем правильно с точки зрения взаимоотношений. Понятно, что если это обоих партнеров устраивает, то, конечно, да. Но в целом, сам понимаешь, что это немного странно. Поэтому я все-таки за то, что ребенок должен жить в своей кроватке с самого раннего детства, чтобы потом его не переучивать, не создавать ему лишний стресс и, значит, не перевозить его в другое пространство. Вот он как начал жить самостоятельно с жизнью, так и живет. А у него, ну, то есть он подрос. У нас же, знаешь, с точки зрения сексологии даже, обычно вот таким маячком, что скоро же нужно разговаривать на эту серьезную тему. И мы сами усложняем, мы взрослые сами усложняем, потому что изначально нам не заложили в голову, что это как бы одна из обычных норм нашей жизни. То есть секс присутствует, это норма, ничего такого сверхъестественного не происходит. Если, допустим, родители готовы поговорить с детьми на эту тему, то будет проще, и дети будут с самого раннего детства узнавать. Ну, то есть вот как раз ты начал говорить про возрастные категории. До пяти лет ребенок узнает, что он мальчик или девочка. Если родители готовы с ним на эту тему поговорить и правильно преподнести, не в один присест, да, то, что вот сейчас мы сядем и будем говорить, знаешь, с серьезностью. А если мы, допустим, по-другому будем к этому относиться и, знаешь, там, а вот видишь, у слоника есть дети, вот семья. И вот давай посмотрим фильм, как появляется новая травка. Каждой возрастной категории подходит определенная информация. Не надо процесс показывать трехлетнему ребенку, ему для чего эта информация. Просто красивую картинку ему рассказать, и каждому возрасту свой подход. Окей, ну, хорошо, это разговоры, это все понятно, психологическое воспитание. Как пространство организовывать для детей? Вот, например, грудничок, который еще там не ходит, только ползает. Ну, давай возьмем период там до трех-четырех лет. То есть, как я всегда полагал, что в этом возрасте дети все-таки еще в кроватке. В кроватке. И рядышком с мамой вопрос, где кроватка должна стоять. В спальне с родителями или это отдельная комната, будущая детская, например, где есть диван, там мама спит с этой самой кроваткой. Ну, для того, чтобы банально папа высыпался и шел на работу, так сказать, со свежими силами. А когда надо, мама потихонечку к папе там тым-тым-тым приходит. Или нет? Или я ошибаюсь? Нет общего правила. Это выбор взрослых людей. Мы выбираем самостоятельно. Я могу рекомендовать просто. Если, допустим, кроватка ребенка стоит рядом с вами. Ну, замечательно. Есть многие пары. Ты знаешь, в моей практике я много с кем общаюсь. Они говорят, что у нас ребенок в отдельной спальне находится. И мама не обломается встать и покормить. Почему ребенок здесь, рядышком находится? Потому что лень вставать и идти кормить ребенка посреди ночи. Там же первый период только ребенок родился. Каждые 2-3 часа это кормление происходит. Чтобы не обламываться, чтобы не вставать, ребенок спит с нами. Вот. Ну, то есть, как бы, чтобы здесь приоритет. Ну, то есть, запросто он может спать в отдельном помещении, в отдельной комнате. Ну, конечно, есть же няня. Ну, вот эта электронная няня, которая говорит о том, что ребенок проснулся. Ребенок требует внимания и так далее. Но если маме спокойнее, то почему нет? Конечно, ребенок может кровать, может стоять рядом с вами. Это в любом случае выбор каждого родителя. Если вы хотите так, то пусть будет так. Если хотите иначе, то иначе. Но сами выбирайте, что у вас приоритет. В общем, ребята, это самый золотой век детей, так сказать. Лежит, никуда не ходит, ничего не достает, ничего не ковыряет. Вот просто самый чудесный период. Радуйтесь, если у вас это так. Правильно я говорю? Конечно. Переходим к следующему, друзья. Это ребята, которые уже начали ползать, ходить, бегать, везде все ковырять, лезть, доставать и так далее. Вот я всегда считал, и когда пространство организовываю, планировку делаю, то есть я считаю, что в таких семьях должна быть кухня-гостиная побольше. Во-первых, она должна быть общая, то есть не раздельная. Кухня отдельная. А мне кажется, сейчас уже так не делают отдельную кухню, отдельную гостиную. Делают. Но мое мнение, что кухня-гостиная должна быть совмещена, потому что вот этот ребенок, который растет, он любознательный, он везде лезет, он, во-первых, сам тяготеет к маме и все время вокруг мамы и родителей вообще в принципе крутится. Ну то есть его не оставить в детском, он все равно прибежит к маме. А мама где? На кухне. Правильно? Вот. И нужно пространство побольше, чтобы он там, так сказать, своими делами занимался. Так ли это или это не так с точки зрения психологии и родителей, и ребенка? Это прекрасный, кстати, вариант по поводу того, что ты говоришь. Во-первых, ребенок под присмотром. Все равно вот эта любознательность никуда не ушла, и это очень классно, это очень супер хорошее качество детей. И узнавать мир, все это познавать ручками, ножками всем, и в том числе пробовать на вкус. Это же классно, когда и мама тут своими делами занимается, то есть она не привязана, что вот, что же, чем ребенок занимается. Сидит, смотрит, да, такое? Да, да. А то есть здесь вся семья вместе, и по большому счету и папа здесь тоже может находиться, здесь и телевизор включен. Ну, то есть это, знаешь, такой очаг, классно, тепло, комфортно, супер, это хороший вариант по поводу кухни совместной с гостиной. Мне нравится эта идея. Ну, просто я к тому, что если, например, это какая-то небольшая кухня, мы очень часто видим такие варианты в планировках. Небольшая кухня, маленький столик, да, и попросту маме приходится там ребенка выпинывать за порог, чтобы он не мешался, не дай бог его, не обжечь, не облить чем-то. Потому что он же там не просто приходит, он же с игрушками приходит. С интересом. С интересом приходит, да, и она вынуждена его выпинывать там, да, ну, в кавычках. Соответственно, кто-то за ним должен приглядывать. Кто приглядывать? Папа, отец. Так, ну что тут, я тут целый день вожусь с ребенком, ну-ка давай сейчас ты повозись. А папа вроде тоже устал с работы, пришел, но вынужден с ним как-то там возиться. И на этой почве тоже же какие-то конфликты происходят. То ты смотри, то ты смотри. Ну, здесь, видишь, и потом еще все наши беды из детства, по большому счету, психологические, да. Мама выгнала из кухни, а мы же не знаем, что ребенок подумал и что ему заложилось. И потом мы ходим к психологу взрослые. Мы всегда найдем, на что, конечно, обидеться, на родителей, на наших, которые все для нас по-будшему же тут делают. Но в любом случае, да. И вот такая организация пространственная намного комфортнее. И ты знаешь, хотя многие, в многих семьях, знаешь, как происходит, должен быть порядок. Есть, значит, за столом в определенное время. Есть такие структурные люди. Это, кстати, тоже неплохо, я хочу сказать. То, что есть за столом. И вот мы с тобой в предыдущем выпуске говорили на тему того, что должна быть культура еды, культура принятия вот этой вот пищи. Как красиво, как правильно. По большому счету было бы неплохо, да, приучать детей к этому самому. То есть, если мы, допустим, формируем пространство красиво, эстетично, мы едим ложки, у нас красиво лежат вилки, вот эти блюда, ребенку закладываем все эти мысли с самого детства, с самого раннего, тогда и взрослые вырастают уже с этими знаниями, и он несет это в свою жизнь. Ты затронула прямо очень такую больную тему для меня, ну и для всех, мне кажется, творческих людей, которые неравнодушны к пространству и к среде, в которой они находятся. В частности, я имею в виду наш город, например, да, вот мы идем по улицам, да, и совсем не испытываем тех ощущений, как, например, там, ну уж простите, я скажу, но от города Парижа, потому что действительно вызывает восхищение своими там зданиями красивыми, вот этими, может, немножко сарюшечками там и так далее, Питер, например, да. Почему мы получаем такие некрасивые здания? Почему у нас нету красивой набережной? Почему у нас нету красивых фасадов, домов, кафешек, офисов и так далее? Почему мы к этому относимся спустя рукава? Почему мы к этому как-то вот, просто как к какому-то функционалу? Ну, раз это офисник, значит, туда просто приходят работать, нечего там украшательством заниматься, просто столы поставим, а фасад залепим просто плиткой такой вот, да, или там армстронг на потолок налепим, да. Но мало ведь кто заморачивается, не хотят просто деньги платить. Откуда вот это приходит? Мне кажется, что это приходит как раз из детства, когда в детстве нас приучили, да ладно и так сойдет, да. Типа вот эти вот дурацкие тупые обои какие-то дикие вообще совершенно там. Вот как ты говоришь, вот это вот какое-то непонятное, бесперебойное питание там, непонятно когда кашь, когда чем. Да, можно из кастрюли там, знаешь, не в тарелку там положить и так далее. Ну, то есть как-то вот мне кажется, из детства вот эта вся история идет, что нам не заложили вот этой культуры, да? Или мне не кажется все-таки? Все из детства. Вот как мы вкладываем душу в своих детей, как мы их воспитываем и что мы им даем, ту информацию они потом будут давать своим детям и будут делиться с другими детьми. Ну, то есть как вот это все. То есть если растет в безвкусии, будет эта безвкусия потом транслировать в мир? Как правило так. Знаешь, еще же бывает от противного. Если, допустим, человек живет вот в какой-то грязи, и вот он вырастает педантом, чтобы, знаешь, противостояние. Но это вот, это, наверное, меньший процент, нежели если, допустим, человек растет в красоте, в хорошем воспитании, в уважении и в хороших отношениях, то человек, как правило, и уже для него это норма. И когда что-то происходит вне нормы, он говорит, в смысле, со мной так не работает и не подходит, я не буду есть из этой дырявой тарелки. Ну, образно, да, я не буду, мне некомфортно, здесь слишком много места, людей там. Ну, все-таки к детям я вернусь, с твоего позволения. А вот эти дети, которые до школьного периода, так скажем, любознательные, то есть вот мне всегда казалось, что, ну, и я так всегда думал и думаю, что на самом деле комната, вот их детская, не так важна для них. То есть они все-таки, их мир это вокруг мамы, где мама, там и мой мир. Поэтому лучше, мне кажется, кухню-гостиную побольше делать, чтобы там можно было всеми вот этими детскими делами вместе комфортно заниматься с родителями. Ну, детям, да, в первые годы их жизни, конечно, самое главное, это любовь. И больше ничего, они там еще не материалисты совсем, им не надо вот эти вот огромные комнаты, вот, понятно, что игрушки, но это же... То есть это родители реализовывают свои детские какие-то мечты и амбиции, что сделать им вот комнату побольше, по каждому, девочке свою, мальчике свою. Ребята, в этом возрасте им вообще не нужны отдельные комнаты. В одну их себе лучше кабинет оставьте. Да нет, ну, им самое главное – любовь. Потом они подрастают, понятно, что им важно вот это личное пространство. Они начинают обустраивать там какую-то территорию, вот, создавать какие-то свои процессы. И у них такой возраст уже, что они начинают как-то чувствовать, вот, а какой мужчина должен быть или какая девушка должна быть. Это, знаешь, это как раз период, когда девочки начинают пробовать там какую-то косметику или каблуки, а им мамы говорят, ай-яй-яй, так нельзя. И, как бы, потом в взрослом возрасте появляется проблема и, знаешь, и популярность тренингов, как стрелять глазками или как ходить женственной походкой, потому что в детстве вот так по рукам били и сами вот это все создавали. Поэтому внимание нужно обращать не только вот на это пространство, в котором они воспитываются и живут, но и на то, что мы говорим, думаем и делаем. Ну, вот дети, которые уже в школу пошли до подросткового периода, то есть им уже нужно рабочее пространство организовывать, им уже нужно место для гостей организовывать, ну, там из школы пришли друзья, да, там как-то поиграть, там, пообщаться, то есть им тоже хочется уже уединиться. Здесь, в принципе, все понятно, но я до сих пор считаю, что в этом периоде детям, в принципе, разнополым достаточно и одной комнаты, лишь бы родителям, опять же, было комфортно. Это все индивидуально на самом деле, потому что, во-первых, дети бывают разные, во-вторых, родители бывают разные. Слушай, я такие ситуации видел, когда родители приходят, вот у меня двое деточек, вот этому шесть, этому семь, вот они разнополые, нужно обязательно каждому свою комнату. То мы говорим, окей, а вам где? Ну, а мы уж как-нибудь там в гостиной на диване. Вот я этого не понимаю. Ну, то есть родители в ущерб себе готовы отдать детям, лишь бы им было хорошо, а ты-то извини, как? То есть тебе же со временем станет, ну, как-то не очень, правильно? У тебя нет ни спальни, ни личного пространства, и ты ютишься на диване. Как это? Ну, смотри, мы же в прошлом выпуске или позапрошлом говорили как раз на эту тему, что родители почему-то считают, что мы сейчас все, вся наша жизнь в детях. То есть они забывают про свои взаимоотношения, а это неправильно, потому что к чему это приходит? К бытовухе, к изменам, к разводам, ну, всему чему угодно. То есть все-таки в первую очередь о себе заботимся, о себе. То есть себе комнату обязательно забираем, а детей двоих в одну. Ну, должен быть комфорт, конечно, потому что можно же и расширить пространство. Так или обращаемся к дизайнеру, дизайнер скажет, что там сделать. Ну, как бы из любой квартиры профессионал может придумать что-то. Это правда. Это мы как дилетанты, мы ничего, мы думаем, о, все, надо вот здесь жить. А профессионал пришел, он сказал, вот здесь стеночку подвинули, здесь вот это, вот это и все. Ну, то есть как бы, что это? Это же не миллионов долларов стоит. Теперь переходим к самому интересному, Оксана. Самый интересный период в жизни детей и родителей, подростки. Вот это вот вообще самое. По мнению Кристофера Александра, есть такой профессор американского университета, который архитектор, исследователь и так далее, которого я очень обожаю, люблю искренне, и его труды. Он утверждает, и я с ним полностью согласен, и я могу это уже абсолютно точно подтвердить, потому что я уже отец, героин трех детей. У подростков должна быть своя территория, абсолютно, и в идеале вообще со своим входом даже, где-то вот с краешку там, если у вас свой собственный дом, то это, как он это называет, что это прям отдельный флигель мог бы быть пристрой к дому. Ну, то есть, с одной стороны, он под присмотром родителей, то есть, вот он где-то здесь рядом, но, с другой стороны, он должен чувствовать свою свободу, и вот, чтобы не было вот этого всевидящего ока матери, контроля, которая постоянно его, значит, иди туда, иди, одежду здесь не бросай, здесь не шуми, там, сюда не приводи, так вам домой пора. Да пусть он делает там все, что хочет, да, то есть, это его жизнь уже, как-то он в нее входит там взрослую, да, ну, не прибрался, ну, ладно, живи в грязи, ну, нравится подросткам жить в грязи, не знаю, почему, в беспорядке. Что ты думаешь по этому поводу? Мне очень нравится такая позиция, и она должна быть таковой, ну, то есть, ребенок, во-первых, родители что переживают-то? Они в течение какого-то большого промежутка времени воспитывали ребенка. Все, что они вложили в этот возраст, ну, к этому возрасту, это есть. Если родитель решил заниматься воспитанием вот сейчас, в моменте, ну, как бы уже поздно думать. Вот, еще важные такие моменты. А что страшного-то, если у ребенка свое пространство? Если, допустим, ты знаешь, во многих ситуациях я наблюдаю, мама всю жизнь вот так вот, ребенок у юбки, и в итоге получается, что человек не самостоятельный, не принимает решения, и как лодочка вот эта вот плывет, куда ее направят. Результат несчастные родители, потому что они не знают, как справляться с ребенком, и уже взрослый человек сидит там, побухивает пиво, ну, образно я тебе говорю. И даже про, ты знаешь, очень многие родители боятся, что, ой, там забеременеют, или, ну, там, вот какие-то такие процессы произойдут. Так если родители в течение жизни, то есть нормально, с адекватного возраста, обсуждают эти вопросы, то есть предохранение, человек нормально к этому относится, серьезно к этому относится, то проблем-то не должно быть. То есть человек уже абсолютно самостоятельная личность, которая может быть счастливым и не быть у юбки. Это самое важное, потому что, ну, я считаю, ну, это моя личная позиция, конечно, здесь даже, ну, я вот так вижу. Ну, то есть, другими словами, когда человек уже вырос, вот подросток, это уже состоявшийся человек, поздно его, собственно говоря, воспитывать, ну, нужно просто для него создать условия, так? Конечно. Мы же не выражаем себе игрушку, чтобы потом вот манипулировать, бегать и решать его проблемы. Если мы дадим возможность человеку самостоятельно решать вопросы, он будет благодарен, он будет развиваться в нужном русле. Быстрее будет взрослеть, набираться жизненной мудрости. И опыта, конечно. И опыта. Вот так, друзья, организовывайте правильно пространство, и для подростков в том числе. Здесь я бы хотел еще добавить, что вот такая организация пространства, ну, в квартирах такое реже возможно, но возможно, когда абсолютно отдельное пространство, подростка, ну, что такое отдельное пространство, то есть комната, там, ванная комната своя желательно, возможно, даже это через какой-то холл, буфер там небольшой, даже, возможно, какая-то небольшая эта кухня может быть, ну, чтобы там чай, кофе, чтобы вот это все было отдельное, где бы он мог встретить своих друзей, гостей, там, устроить вечеринку. Согласитесь, когда это происходит под присмотром, под вашим присмотром, вам ведь гораздо спокойнее, при том, что ребенок чувствует себя свободно. Но ведь это лучше, чем ваш ребенок будет куда-то сбегать, с кем-то встречаться. От вас же. От вас же, чтобы просто уйти от этого контроля. К сожалению, в наших квартирах, в большинстве это не реализовано, это сделать невозможно, вот поэтому подростки сбегают, они где-то себя находят в другом месте, не дай бог, столкнутся там с какой-то наркотой, там, алкоголем, там, вот, это уж совсем там крайности какие-то, но не без этого такое тоже бывает. Ну, а ты знаешь, кстати, вот в продолжение темы, тема гиперконтроля, если родители постоянно контролят, человек пытается выбраться, и это может привести вот к проблеме, ну, проблемы с наркотиками, с алкоголем, потому что человек выбирается из этой, вот, из, как сказать, оков, и начинает пробовать все вот так бесконтрольно. Это вопрос воспитания, конечно, в первую очередь, но и во вторую, не менее важная, это организация пространства, как я это считаю, потому что пространство все-таки способствует и воспитанию в том числе. Безусловно, да. Когда мы можем выстроить свои границы, когда мы в этих границах можем уже настроить коммуникацию, правильное, там, так сказать, там, не знаю, те же слова подбирать, тоже правильное воспитание осуществлять, вроде не контролируешь, но в то же время... Ну, под контролем. Под контролем, да, под присмотром. Под присмотром, конечно. Пусть, ну, уж это не агитация, да, но пусть он уж лучше здесь попробует, там, какой-то там, ну, пускай там легкий алкоголь, там, не знаю, ну, это не агитация еще раз. Вот, чем это произойдет где-то с друзьями, бесконтрольно в подъезде, а потом, значит, этих несчастных везут, там, ну, куда там они, там, в Отрезвиловку, там еще что, мало таких случаев? Да полно, полно. А почему? Ну, потому что вот такая ситуация. Поэтому, ребята, правильно воспитывайте, правильно организовывайте пространство. это все, конечно, влияет на вас, на ваших детей и на общество в целом. Конечно. Будут счастливы дети, будут счастливы взрослые, все взаимосвязано, поэтому... А все начинается с пространства. Вот так вот, дорогие мои. Это не кто-то сказал, а психолог, между прочим. Спасибо тебе, Оксан. Спасибо тебе. Интересно и познавательно. Надеюсь, друзья, вам было интересно, а самое главное, полезно. Пишите в комментариях, как ваше пространство организовано, что вы думаете по этому поводу. Может быть, оно у вас есть. Я уверен, что есть свое собственное мнение на этот счет. Пишите его в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк, конечно же. Ну и пока, да пребудет с вами муза!